Мы продолжаем чрезвычайно важную тему, начатую в предыдущих роликах. Я еще раз прошу и рекомендую всех, кто их не видел, обязательно их посмотреть. И обязательно распространять их, или по крайней мере, содержащиеся в них аргументы. Начиная, по крайней мере, с ролика «3D для России добить гадину» и все последующие. А это видео я решил записать, чтобы ответить на комментарии, на аргументы, которые высказывались мне после предыдущего ролика. Самая страшная угроза для Украины – не упустить победу. И первоначально я хотел записать этот ролик еще два дня назад, но я подумал, что не имеет смысла делать это перед выходными, потому что в выходные всегда падают просмотры, и лучше я подожду до понедельника, и, может быть, за это время случится еще что-нибудь еще, что дополнительно подкрепит мою правоту. И вы все прекрасно знаете, что случилось. Случилась информация, которая пришла после освобождения Бучи, после освобождения других украинских городов от русских выродков. Информация о чудовищных преступлениях, которые даже зверством нельзя назвать, потому что звери так себя не ведут. О массовых убийствах, убийствах гражданского населения, целенаправленных, преднамеренных расстрелах, мирных жителей, изнасилованиях, зверских изнасилованиях, мародерстве невиданного масштаба и так далее. Собственно, русские вели себя так всегда. Точно так же они вели себя во Вторую мировую войну, они действительно верны заветам своих дедов, и они повторяют именно то, что обещали повторить. Но теперь это происходит уже на глазах у всего мира, это происходит в эпоху интернета, в эпоху всемирных коммуникаций, когда это становится достоянием уже всего мирового сообщества, которое невозможно скрыть, невозможно переврать русской пропагандой. И с одной стороны, как я уже сказал, все это лишний раз доказывает правоту моих предыдущих тезисов, о том, что ни в коем случае нельзя идти ни на какие договоренности, и тем более ни на какие компромиссы с этими выродками, что это не просто совершенно аморально, что это было бы предательством памяти всех жертв, но это еще и, безусловно, абсолютно контрпродуктивно, абсолютно вредно и с рациональной точки зрения. Потому что любые переговоры, тем более любые уступки, будут использованы ими только для того, чтобы залезать раны, скопить силы для нового удара и нанести этот удар. Нанести его гораздо более страшно, чем он был нанесен сейчас, учтя предыдущие ошибки. Поэтому ни в коем случае, ни в коем случае нельзя допустить никакого стамбульского сговора, никакого Будапештского меморандума 2.0. Кроме того, теперь, когда это увидело не только украинское общество, это увидел весь мир, это увидели все эти Макроны и Шольцы, которые каким бы дресливым дерьмом они ни были, как бы они трусливо не лебезили перед Рашкой, они уже вынуждены на это реагировать, они уже не могут закрывать на это глаза, они не могут закрывать на это глаза перед лицом своих избирателей. И даже они, все эти бесконечно презренные, бесконечно трусливые, бесконечно убогие лидеры современного Запада, вынуждены будут принимать более решительные меры по борьбе с Россией, по помощи подейственной, по реальной, а не на уровне выражения озабоченностей, помощи Украине. Даже если они по-прежнему не посмеют оказать военную помощь, не посмеют послать в Украину боевые самолеты, не посмеют послать комплексы типа Патриот, которые требуют расчетов, подготовленных расчетов, состоящих из военнослужащих НАТО, даже если они по-прежнему будут трусливо бояться сделать все это, по крайней мере, они будут вынуждены начать поставки тяжелого вооружения. Более того, разговоры о таких поставках начали вестись уже до того, как стала известна миру вся вот эта страшная правда о том, что происходило в Буче, и что, по всей видимости, происходит теперь и на других оккупированных русскими землях. Это еще раз вопрос о том, почему ни в коем случае нельзя оставлять русским оккупантам ни клочка украинской территории, включая Донбасс и Крым. В Донбассе происходит все то же самое, там это начало происходить еще 8 лет назад. Массовые убийства, пытки, изнасилования, вся информация об этом была. Несомненно, все это там происходит, и все это там будет происходить до тех пор, пока Донбасс не будет освобожден. В Крыму ситуация несколько иная, там нет такого массового террора, но там был точечный террор, направленный главным образом против крымских татар. И мы можем ожидать, что сейчас там тоже развернется и массовый террор, потому что оккупанты боятся, они в истерике, они чуют их скорый конец, и поэтому они вполне возможно развернут более широкомасштабный террор и в Крыму. И это еще раз аргументы в пользу того, что вся территория Украины, включая Донбасс и Крым, обязательно, обязательно должна быть освобождена, не когда-то в будущем, которая может и не настать, если пойти на какие бы то ни было уступки, а она должна быть освобождена именно в результате этой войны. Еще раз возвращаясь к теме неприемлемости компромиссов, когда мне говорят, что да, можно красиво писать об этом в стихах, но в жизни от компромисса все-таки никуда не деться, я опять-таки формулировал это давным-давно, еще задолго до нынешней фазы войны, и формулировал это даже не в контексте политики, но в контексте политики это тоже безусловно верно. Компромиссы нужны с партнерами, но компромиссы неуместны с друзьями и врагами. Объясняю, в чем разница. Партнеры это те, с кем наши интересы совпадают частично. И поэтому в том случае, когда мы идем на уступки, взаимные уступки в тех областях, где наши интересы не пересекаются, ради той сферы, где они пересекаются, мы получаем взаимную выгоду. То есть выгоду получает как одна, так и другая сторона. Эта выгода получается меньше, чем она могла бы быть по максимуму, если бы мы не пошли на уступки. Но зато ее получают обе стороны, и они ее получают гарантированно. Поэтому да, с партнерами компромиссы уместны. С друзьями компромиссы попросту-напросто не нужны, поскольку друзья это те, с кем наши интересы пересекаются не частично, а полностью. Полностью совпадают. Ну понятно, я не имею ввиду какие-то бытовые мелочи, а я имею ввиду только принципиальные, действительно принципиальные вопросы. Если это условие не выполняется, то есть если возникает необходимость в компромиссах с друзьями, то значит это уже не друзья, а это в лучшем случае партнеры. Враги же это те, с кем наши интересы взаимоисключающие. Поэтому все, что идет на пользу нашему врагу, идет во вред нам и наоборот. Поэтому компромиссы с врагами неуместны в принципе. И уж тем более, недопустимы никакие компромиссы с таким врагом, имманентным врагом, как Россия. Цель которой, как я уже говорил, в том, чтобы уничтожить Украину. Еще раз повторяю ключевой тезис, на планете Земля не может одновременно существовать Россия и Украина. Одна из этих стран должна исчезнуть. И сейчас открывается прекрасная возможность для того, чтобы той страной, которая исчезнет, стала именно Россия. Но для этого Украина должна стоять до конца. И опять-таки в числе аргументов, которые добавились за прошедшие дни, которые лишний раз доказали и подтвердили мою правоту, это было полное опровержение тех тезисов, которые нам лили в уши всякие демагоги Арестовичи и прочие поборники Стамбульского сговора, и прочие поборники нового Будапештского меморандума, которые говорили, что это не будет Будапештский меморандум, что Украина, согласившись на свой нейтральный статус, которого добивается ее смертельный враг, что отказавшись от курса на НАТО, она теперь получит лучшие гарантии, чем были бы даже в НАТО. Я с самого начала сказал, что это ничего подобного, что если бы любая из стран, или все эти страны, с которыми шли предварительные переговоры о том, что они якобы выступят гарантами безопасности Украины, действительно хотели бы стать и такими же гарантами, какими являются страны НАТО для своих членов, то они бы уже это сделали, не дожидаясь никакого стамбульского сговора, что любая Британия и даже любая Турция могла бы уже сейчас поставить в Украину боевые самолеты, в том числе вместе со своими летчиками, закрыть небо и так далее. Раз они всего этого не делают, они и не собираются этого делать. Моя правота в очередной раз была полностью абсолютно подтверждена, когда буквально сразу же после известий о вот этом предварительном стамбульском сговоре Британия открытым текстом заявила о том, что никаких гарантий, как в НАТО, она Украине не даст, что воевать с Россией она не хочет, не собирается и так далее. В том же духе потом был комментарий на СНН и так далее, и так далее. То есть как не было ни одной страны, которая хотела бы воевать за Украину, против России, так ее и нет. То есть вся демагогия арестовщик, которым я потерял в последние остатки уважения, она так демагогия и осталась. В общем, он записал в высшей степени мерзкий ролик, где-то в комментах к предыдущему моему ролику мне давали на него ссылку, я не буду даже давать на него ссылку сейчас, но просто это настолько низкопробная, убогая демагогия, когда он просто заявил, что все, кто не одобряет действия властей, они либо агенты врага, либо просто психи. Где-то мы это слышали, конкретно в СССР мы это уже слышали. То есть арестович позволил себе настолько грубую, хамскую, примитивную, демагогическую, психологическую манипуляцию, основанную на том, что он полностью, целиком и полностью свалил все с больной головы на здоровую, что там просто даже нечего дополнительно комментировать, кроме как сказать, что он еще мнит из себя крутого психолога и строит из себя большого специалиста, он и психологии не знает вообще, просто абсолютно. Либо он сознательно лжет, потому что он заявил, что якобы психика людей устроена таким образом, что они специально стремятся найти всякую зраду и специально выискивают плохое. С точностью до наоборот, как я говорил опять-таки в предыдущем ролике, все с точностью до наоборот. Психика людей устроена таким образом, что как раз люди стремятся до последнего отрицать плохое, то, что их пугает, расстраивает, вгоняет депрессию. Все это люди настроены отрицать. И вот как я опять-таки предупреждал в самом начале своего прошлого видео, что именно в рамках вот этого реального психологического механизма, а не того вранья, о котором говорит Аристович, у очень многих украинцев возникает такая реакция, что да ничего страшного нет в этих переговорах, в этих предварительных договоренностях, потому что их все равно никто не будет выполнять, Путин их не подпишет, Путин на них не согласится, поэтому все это ерунда, ничего страшного не происходит. Я предупреждал с самого начала, в предыдущем своем ролике, что будет именно такая реакция. Люди меня не послушали, видимо, недостаточно внимательно меня слушали, или вот у них работал именно этот защитный психологический механизм, что они подсознательно пропустили мои слова мимо ушей и высказали именно этот аргумент, о котором я их заранее предупреждал, что якобы ничего страшного. Нет, к сожалению, этот аргумент ложный. Прямо сейчас, конечно, Путин это не подпишет, потому что его неуемные аппетиты захватить Украину никак не могут быть удовлетворены. Каким-то договором, где будет хотя бы теоретически сказано, что там статус Крыма предлагается обсуждать в течение 15 лет и так далее, и так далее. То есть все, что не будет полной капитуляции, его не устроит. Но это сейчас его не устроит. А что будет через две недели, а что будет через месяц? На каком-то этапе, поскольку ситуация для русских стабильно ухудшается, я еще подробно вернусь к этой теме, хотя я об этом говорю уже, опять-таки, не в первом ролике, ситуация для них ухудшается в военном плане, она ухудшается в экономическом плане, они постоянно снижают планку своих требований, как там хвастались, опять-таки, украинские переговорщики, которые говорили, что уже русские готовы соглашаться на то, на что они не были готовы соглашаться две недели назад. Но пройдет еще две недели, пройдет еще месяц, и они могут согласиться на то, на что они не соглашаются сейчас. То есть вот все эти разговоры, что ничего страшного, Путин все равно это не подпишет. А если подпишет? А если он это подпишет через месяц? А если это подпишет не он, а его преемник? Если его все-таки шлепнут, уберут, и захотят подписать вот именно те условия, которые предлагают сейчас. Когда Украина объявит свой нейтральный статус, когда Украина фактически откажется от борьбы за Крым и Донбасс, не откажется от них юридически, но откажется от них фактически. Примет на себя обязательство не отвоевывать их военным путем. Как я уже говорил, это бред и безумие. Когда на территории стоят российские войска, а Украина возьмет на себя обязательство их оттуда не вышибать, причем возьмет на себя обязательство не в течение какого-нибудь месячного перемирия, а возьмет на себя обязательство не делать этого в течение 15 лет или там вообще никогда. Ни в коем случае категорически нельзя соглашаться на подобные условия, нельзя их тем более выдвигать со своей стороны. Потому что что вы будете делать, если через 2 недели, через месяц, через 2 месяца русские скажут, окей, мы на это согласны. Ни в коем случае нельзя даже зацепку им давать для такой возможности. С полным и окончательным поражением России без каких-либо уступок. Сюда же относятся и аргументы о том, что пусть договариваются что угодно, это было обещано вынести на референдум, а украинский народ на референдуме любой сговор с русскими выродками прокатит. Тем более, наверное, после обнародованных преступлений, вот этих чудовищных преступлений в Буче, еще сильнее, конечно, ненависть украинского народа к захватчикам, и люди, которые так говорят, они, наверное, считают, что теперь-то точно референдум не поддержит никакого стамбульского сговора. Но опять-таки не будем забывать про 73%, которые голосовали за Зеленского, причем они голосовали за Зеленского, когда он был еще игроком-членом на рояле. А теперь авторитет Зеленского намного-намного выше. И я опять-таки хочу еще раз подчеркнуть, что я по-прежнему не согласен с теми, кто считает Зеленского предателем, кто считает, что Зеленский сознательно и намеренно сливает Украину. Нет, если бы у него действительно было такое намерение, то с самого начала войны он бьет себя по-другому. И Украина действительно была бы уже слета и сдана, если бы Зеленский действительно по-настоящему был предателем. Нет, он не предатель, но ему не хватает ума, не хватает амбициозности, чтобы понять, что Россию действительно можно победить, и что ее нужно победить, и что ее нужно победить сейчас. Так вот, поскольку он этого до сих пор не понимает, он может своим авторитетом продавить такой капитулянский сговор, который они предварительно согласовывали в Стамбуле, и о котором они собираются говорить снова. Он может продавить прямые переговоры с Путиным, он может продавить нейтральный статус. То есть это очень реальная и очень большая опасность. Поэтому этого референдума нельзя допустить ни в коем случае. Самого факта его проведения. Сама идея всего вот этого сговора должна быть отвергнута целиком и полностью. Без надежды на то, что он будет остановлен на какой-то более поздней стадии, потому что Путин не подпишет, или потому что референдум не проголосует. И собственно сейчас, вот после всех этих обнародованных преступлений, у Зеленского как раз есть прекрасная возможность, как бы цинично это ни прозвучало, прекрасный повод с этих капитулянских позиций отойти и тему эту закрыть. Далее меня спрашивают, почему я все-таки уверен, что Украина может победить, что Украины хватит для этого сил, если у нее недостаточно тяжелого вооружения. Ну, во-первых, и с тяжелым вооружением ситуация уже сдвигается с мертвой точки. Она начала сдвигаться еще до Бучи, и она, вне всякого сомнения, будет еще активнее сдвигаться после Бучи. Еще до Бучи, в частности, Зеленский договорился о поставках бронемашин из Австралии, Бушмастер, а Германия наконец-то разрешила Чехии поставлять Украине ГДРовские БМП. Ну, несмотря на то, что они ГДРовские, они проходили модернизацию в Швеции, потом они проходили модернизацию в Чехии, то есть это не то, чтобы совсем советское рухлядь. То есть они, в общем-то, не хуже таких же советских БМП, которые состоят на вооружении у русских. А кроме того, даже пусть там этих БМП там меньше 60 штук, но это именно принципиально важно как начало движения с мертвой точки. Как переходят в новую фазу, когда Украине уже действительно начинают поставлять тяжелое вооружение. Британия, несмотря на то, что она по-прежнему категорически не желает воевать за Украину сама, хотя прекрасно могла бы это делать, могла бы направить свою боевую авиацию, но она уже открыто говорит о том, что она готова поставлять Украине опять-таки бронетехнику, дальнобойную артиллерию, ракетное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, что тоже было очень принципиально важно. То есть даже в этом отношении ситуация начинает принципиально меняться в пользу Украины. Кроме того, я опять-таки напомню, что ни танками, ни пушками едиными выигрывается современная война. Не обязательно даже иметь дальнобойную ракетную артиллерию, если есть ударные беспилотники. И кроме всем прекрасно известных байрактаров, это теперь уже и американские Switchblade дроны-камикадзе, которые, хотя они и одноразовые, то есть их поставки необходимо постоянно выполнять, но тем не менее они очень эффективны, в поражении цели, находящейся на расстоянии на много километров. И они прекрасным образом могут использоваться именно для взлома обороны противника, который даже где-то там окопается. Кроме того, я опять-таки напоминаю, что тяжелое вооружение это прекрасно, это очень нужно, но нанести поражение русским можно даже и без тяжелого вооружения, что удавалось афганцам, что удавалось чеченцам, а у Украины ситуация намного-намного лучше, потому что ни у афганцев, ни у чеченцев не было вообще ничего, кроме автоматов, стингеров и гранатометов. А русские оккупанты, даже если предположить, что им удастся все-таки взять Мариуполь, что им удастся все-таки утвердиться на всей этой полосе вдоль Азовского моря, от Крыма до Донбасса, они все равно будут испытывать огромные проблемы с логистикой, они все равно будут испытывать огромные проблемы с местным населением, которых ненавидит, и которые готовы вести против них партизанскую борьбу, и естественно, силы специальных операций Украины будут проводить эту борьбу. То есть, как говорил в свое время еще Наполеон, штыками можно сделать все что угодно, на них только нельзя сидеть. На враждебной территории русские удержаться не смогут. Даже если их не разобьются в результате фронтального наступления, а теперь и такие возможности появляются, как я уже сказал, в результате поставки новых видов вооружения, но даже если обойтись без этого наступления, даже если просто позволить им сидеть в обороне, их можно, во-первых, в этой обороне очень неплохо кусать, кусать за логистику, кусать в результате действия диверсионных групп, и даже если вообще не предпринимать никаких наступательных действий, а просто с украинской стороны просто уничтожать всех орков, которые лезут вперед, но не трогать тех, которые стоят в обороне на юго-востоке, вот в полосе от Донбасса до Крыма, если предположить, что им удастся удержать эту полосу, что далеко не факт, уже их начинают потихоньку подъедать со стороны Херсона, и вполне возможно, что из Херсона они скоро сбегут, даже может быть сбегут не столько в силу военных, сколько в силу психологических причин, настроения там все более панические среди оккупантов, но даже если опять-таки предположить лучшую для них в военном плане ситуацию, что им удастся удержать всю эту полосу, что им удастся удержать его в военном плане, им не удастся удержать ее экономически. Почему я говорю, что Украине надо продержаться максимум несколько месяцев? Потому что санкции, они продолжают уничтожать российскую экономику. Вот как мне опять-таки пытались возражать в комментариях, что вот украинская оборонная промышленность разрушается бомбардировками, а русская цела, поэтому они любые потери, которые они несут, они продолжают нести огромные потери, что они их смогут скомпенсировать за счет нового производства. Нет, не смогут. То-то и оно, что под санкциями они этого не смогут. Потому что Россия это бензоколонка, как много раз говорилось, которая не производит вообще ничего. ничего своего. И даже вся военная промышленность у них была завязана на западные комплектующие. Это либо западные комплектующие, которые идут непосредственно в сами изделия, это в первую очередь электроника, прицелы, подшипники, все что угодно. Либо это западные комплектующие, которые идут в станки, которые необходимы для производства этих изделий. То есть так или иначе под санкциями российская военная промышленность не способна работать. И более того, и российская гражданская промышленность тоже не способна работать. То есть буквально в течение ближайших недель, двух месяцев, с российского неба начнут падать самолеты, даже гражданские самолеты, не получающие должного техобслуживания. У них начнут сходить с рельсов поезда, даже не в результате диверсионных акций, хотя таковым тех немногих порядочных русских, которые там еще остаются, призывал и призываю. Но они будут сходить с рельсов просто в результате износа и невозможности ремонта. Там начнутся массовые отключения электроэнергии в результате всего того же износа и невозможности ремонта инфраструктуры и так далее, и так далее. То есть даже если не будет введено сейчас полный эмбарго на торговлю нефтью и газом, а есть все-таки большая надежда, что после вот тех этих преступлений, которые стали сейчас известны всему миру, будут большие подвижки и в этом вопросе. Но даже если этого не произойдет, даже если русские продолжат получать деньги от продажи углеводородов, этими деньгами они ничего не смогут сделать. Потому что своего у них нет, а продать им даже за деньги никто не продаст. То, что им нужно для ремонта и для производства. Российская экономика, российская промышленность, российское хозяйство, российская инфраструктура все это ждет крах уже в самой близкой перспективе. И Украине, еще раз повторяю, нужно продержаться всего несколько месяцев, чтобы этот крах произошел. И когда этот крах произойдет, никакие военные группировки, сидящие в Донбассе и в Крыму, уже не смогут там оставаться, сколько бы танков и пушек, и ракет, и самолетов у них не было. И будет банально нечем ремонтировать, нечем заправлять. Да, вот в стране бензоколонки будет просто нечем заправлять их танки и самолеты. У них элементарно бензовозы не доедут до места. И так далее, и так далее. В чем все это не какие-то мои домыслы, это оценки экспертов, в том числе международных экспертов, и в украинских, и в западных источниках. Россия обречена. Надо просто не дать ей вывернуться. Не дать ей вывернуться сейчас, потому что именно сейчас открываются все возможности для того, чтобы покончить с этим злом раз и навсегда. Еще в комментах меня спрашивали, почему я говорю, что сейчас Россия не посмеет применить ядерное оружие, но если все-таки позволить ей вывернуться, позволить ей залезать рано, перегруппироваться, подписать какие-то бумажки, которыми она, естественно, подотрется и позволить ей начать новую войну в будущем, о чем, кстати, тот же Аристоич говорит с обреченностью, что да, это все равно произойдет. Так какого хрена ты на это соглашаешься, идиот? Так вот, почему сейчас она не посмеет примить ядерное оружие, а следующую войну она вполне уже может начать с ядерного удара по Киеву? По очень простой причине. Потому что сейчас она все-таки боится получить ответку от Запада. И сейчас Запад очень сильно напряжен, несмотря на все заклинания о том, что они не хотят эскалации, они все же рассматривают сценарий применения России оружия массового поражения, как минимум химического, и, конечно, они рассматривают возможность применения дядерного оружия, хотя бы тактического. И они к этому в определенной степени готовы. И наверняка они России дают сигналы, что они к этому готовы, что они могут, что в этом случае они могут реально ответить. Обвязываться для России в ядерную войну, это, как я уже неоднократно объяснял, означает для нее гарантированную гибель, при том, что Запад, хотя и понесет очень серьезный урон, но не погибнет. Я подробно это расписал еще много лет назад в своей статье «Ядрёный вошь». Я об этом опять-таки подробно говорил в своей статье на английском «Why America should not be afraid of a war against Russia?» Каковую статью я еще раз призываю всех распространять, максимально распространять на всех англоязычных ресурсах. То есть ядерную войну с Западом Россия начать не посмеет никогда. И наносить удар по Украине сейчас она не посмеет, даже при том, что Украина не является ядерной державой и не может ей ответить тем же, она не посмеет именно в силу боязни, что это перерастет в ядерную войну с Западом. Но если сейчас совершить вот эту преступную ошибку, если сейчас не добить Россию, а позволить ей вывернуться, то в следующий раз Россия учтет свои ошибки и тогда для нее действительно практически беспроигрышной стратегией будет начать войну с ядерного удара по Киеву. И просто поставить Запад перед фактом, что вот нет больше никакой Украины, что вы теперь будете делать? Наносить нам удар возмездия? Да зачем вам это нужно? Уже нет самого предмета, ради которого стоило бы воевать. Просто смиритесь с новой реальностью. И действительно можно себе представить, что в такой ситуации, когда вроде как и воевать-то уже не за кого, вроде как и Киева уже никакого нет, начинать ядерную войну ударом по Москве США и НАТО не будут. Мы видим, что сейчас они не хотят начинать даже конвенциональную войну, которую они заведомо выиграют, будучи во много раз сильнее России во всех отношениях. Так что да, сценарий, в котором Россия именно начнет с ядерного удара по Киеву, он не исключен, совсем не исключен, если сейчас позволить им гопникам уцелеть. Поэтому ни в коем случае нельзя позволить им уцелеть. Ни в коем случае нельзя пойти с ними ни на какие компромиссы. И самое главное, самое главное, что я говорил и повторяю, главным условием победы для Украины является именно не дать им сохранить лицо, не дать им продать результат войны как какой бы то ни было успех, как какую бы то ни было победу. и именно в том, чтобы они не сохранили лицо и заключается гарантия того, что Россия развалится. Что она развалится сама, без необходимости того, чтобы украинская армия штурмовала Москву или чтобы НАТО наносило по Москве какие-то ракетно-бомбовые удары. Что сейчас нужно делать? Обязательно нужно делать для того, чтобы не допустить вот этого сговора, который превратит уже практически одержанную стратегическую победу Украины в тот же страшное стратегическое поражение. Я считаю, что свое слово в этом случае должна сказать украинская армия, что необходимо в первую очередь организовать массовую кампанию, такой флешмоб, чтобы просто украинские военные записывали видео и выкладывали его в социальные сети с обращением к Зеленскому о том, что вот мы, солдаты Украины, которые реально воюют, не какие-то диванные аналитики, которые находятся на фронте, что мы не примем никакого мира с Россией без возвращения Крыма и Донбасса. Что мы готовы воевать до победного конца. Не надо делать какие-то громкие заявления, когда один человек говорит от имени всей армии, на что он не имеет полномочий. Вот говоришь, вот я лично и вот мои товарищи, мои побратимы, которые стоят вот тут рядом со мной и подтверждают мои слова, вот это наша позиция. Никакого мира с Россией без возвращения Крыма и Донбасса. И вот если действительно тысячи украинских военных выступят с такими заявлениями, то у Зеленского просто не останется никакого аргумента, чтобы продавливать подобный преступный предательский мир. Он говорит, что вот все, кто меня критикует, вы идите повоюйте, покажите, какие вы смелые на поле боя. Вот ему должны ответить именно те, кто находится на поле боя. И если они это сделают, то никакой стамбульский сговор не состоится, никакого Будапештского меморандума 2.0 не будет. Вопрос будет закрыт. Тут, правда, есть такой момент, что офицеры не имеют права выступать с политическими заявлениями, как-то комментировать действия власти. Но, во-первых, даже если они это сделают, их за это не расстреляют, их за это даже не уволят из армии, уж точно не во время войны, максимум наложат взыскание. Ну, по-моему, взыскание – это небольшая цена за возможность спасти страну и обеспечить стратегическую победу, которую в противном случае могут превратить в стратегическое поражение. А, во-вторых, пусть даже об этом не говорят офицеры, пусть даже об этом говорят рядовые. Тысячи и тысячи рядовых. И я еще раз повторяю те ключевые пункты, на которых Украина, безусловно, должна настаивать. Никакого мира без возвращения Крыма и Донбасса, никаких переговоров с Путиным, потому что Путин никогда не согласится на возвращение Крыма и Донбасса, а, следовательно, любые переговоры с ним не только бесперспективны, но и контрпродуктивны. Никакой возможности для России сохранить лицо и продать результаты войны как успех и победу хотя бы для внутренней аудитории. Никакого нейтрального статуса. Даже если страны НАТО, даже если лидеры страны НАТО, все дружно выступят и скажут, что мы Украину в НАТО не примем, все равно даже в этом случае ни на референдуме, никаким бы то ни было образом еще Украина не должна отказываться от курса на НАТО по той единственной причине, что такого отказа от нее хочет и требует Россия. Вот когда никакой России не будет, тогда можно будет отказываться, но не раньше, потому что Россия продаст это как свою победу, чего ни в коем случае допускать нельзя. И любые переговоры с Россией должны идти только об условиях ее капитуляции и о размерах и механизмах выплаты ее репараций. И это все. До тех пор, пока Россия на это не согласится, необходимо продолжать вооруженное сопротивление, необходимо продолжать войну. Необходимо продолжать войну до победного конца, результатом которого станет распад России и окончательное исчезновение этого величайшего мирового зла, этой величайшей угрозы не только для Украины, но и для всего мира. Пользуюсь случаем, еще раз призываю всех моих зрителей подписываться или добавлять в закладки, в общем, короче говоря, читать мой веб-блог на DreamVis, ссылка в описании, поскольку там гораздо больше информации, чем то, что я озвучу в своих видео. Ну и кроме того, я прошу всех, кто имеет такую возможность, поддерживать финансово мою деятельность на информационном фронте. Реквизиты опять-таки в описании. Всем спасибо, слава Украине, Смерть Русне! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова